Здравствуйте! В сегодняшнем видео я вам покажу, как быстро вырезать круг из липучки и оплавить края, чтобы получился именно такой кружок ровный из липучки, как из колючей части, так и из мя. Так понадобится любая металлическая линейка, карандаш, маленький кусочек фоамирана или кусочек фетра. Из него нужно будет вырезать маленький кружочек вот такой, монетки разных диаметров, стекло, или же вот я буду использовать стеклянную доску. И самый главный инструмент это паяльник. Обязательно с вот такой очень тоненькой насадкой. Я уже показывала такой паяльник, когда я делала трафареты и так же понадобится нам и сейчас. Если будет возможность выбрать, чтобы можно было менять температуру. Итак, сначала нужно подготовить нам карандаш. Карандашом я буду придерживать монетку. Чтобы карандаш не съезжал с монетки, я укреплю фоамираном. То есть вот так вот. Итак, первый способ, если вам нужны полосочки. Сорона с колючками вниз. Придерживаем линейкой. Вот таким образом получились кусочки липучки с ровным краем и уже опаленный край. Можно пришивать. Этот способ очень удобно, если вам нужно очень много липучек. То есть быстро можно таким образом нарезать. Следующий метод. Опять-таки крючками колючая часть вниз. Сверху кладем монетку. Придавливаем карандашом. Почему я использую карандаш? Потому что если будете придавливать пальцем, есть вероятность, что все-таки обожжетесь. Поскольку паяльник очень горячий, поэтому лучше использовать что-то, кроме пальцев. Получился кружочек из липучки уже с опаленным краем. Естественно, что он уже не посыпется. Таким образом вырезать, во-первых, быстрее, точнее. Потому что с помощью зажигалки будете, если опаливать край, то ровного края не получится. То же самое касается и мягкой липучки. Мягкая сторона вниз. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok